Мы архитекторы, мы тоже в какой-то мере утописты. Мы тоже мечтаем о том, чтобы здесь театр, здесь училище искусств и так далее. Вы знаете, какую долю процента занимает финансирование культуры в бюджете. Поэтому вот я сейчас, например, на Иркутских кварталах, я уже не настроена скрою иллюзию. Надо уметь работать с теми, там отличные от этой ситуации, там почти сплошь частные собственники. И частные собственники, которые занимались на этой территории только торговлей, которые вытравили целые кварталы злоупотреблением одной футболицы. Должно быть разнообразие. Здесь, кстати, не все так плохо, как нам тоже сначала показалось. Здесь есть несколько музеев муниципальных и областных. Здесь есть частные галереи, и они продолжают, они сюда теперь стремятся. И может быть что-то заместится, если владелец галереи сможет встроиться в этот сложный процесс, потому что здесь все дорожает и дорожает квадратный метод. Так, что-то еще было. Мы согласны. Да, но надо уметь находить общий язык с теми, кто имеет эту землю и имеет средства, чтобы ее трансформировать и поднимать на более высокий уровень. И иногда это получается, вот даже сейчас у нас в сложнейшем процессе работы с собственниками на иркутских кварталах удается перевербовать, перетянуть человека, как сегодня выразили, с темной стороны в светлую сторону. И он начинает понимать, что, ну, например, это уже другой случай, что если он собирается сделать внутри квартала гостиницу, то она будет гораздо более доходной, если он не выведет из реестра памятники, находящиеся по периметру, а осуществит вход в эту гостиницу через вот эти вот исторические пропеллии. И когда, ну, короче, тут надо работать. И вот что я хотела бы сказать по поводу, Олег, это вам уже, по поводу участия или не участия городской администрации. Здесь тоже все не так катастрофично, как было в начале 2000-х. Ведь если вспомнить историю, то и иркутские кварталы в виде работы над торговой осью зародились при предыдущей администрации. И это была добрая воля администрации. Администрация поняла, мэр Кондрашов понял, что без общественных пространств центр города будет продолжать деградировать. И поэтому состоялся заказ и был выполнен проект-концепция торговая ось, и пошло движение. И ушла вот эта вот страшная опухоль вокруг, ну, на Шанхайке. Ведь с помощью администрации, с помощью... И 130-й квартал собирал свою роль в этом процессе. Совершенно верно. С помощью разработчиков китайские, киргизские торговцы уехали на периферию центра города. И если за 130-й квартал мы должны поставить памятник здесь Мизинцеву, то за Шанхайку мы должны поставить точно памятник Кондрашову. Потому что это исключительно его воля. Сто процентов он выдавил такой нарыв, который вообще не под... Ну, я не знаю, кому он поселил. Да. И вот здесь тоже исключительный случай в истории Иркутска. У нас же каждый следующий правитель отвергает... Ну, вот на уровне губернатора часто было то, что сделали предыдущие, и начинает делать противоположное. Здесь новый мэр приходит, Берников, и он продолжает то, что начал Кондрашов. Вот мы, честно говоря, зная иркутские традиции, думали, ну все, вот мэр сменился, и проект торговой овоси Иркутских кварталов умер. Нет, это не так. И тоже может быть в этом заслуга 130-го квартала, когда в городе уже нельзя сказать, что памятники архитектуры убыточные, они не нужны городу. Вот. То есть я бы не стала абсолютно негативно оценивать роль городских администраций. Вот. Тоже с ними надо работать, и пока, слава богу, получается находить общий звук. После нас я делаю еще мероприятие, поэтому я... Нет, это я лету уже начать. Да, конечно.